Серьёзно? Итак, да, у нас сегодня Рустем Шамильевич посетил. Здравствуйте! Вот, направление самбо. Но у нас в гостях, в нашем скромной обители, баня в Братовщине и в Додзё Братовщина Владислава Макарова присутствует Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, он не из, как это, братства самбо, но что-то похожее, потому что... Из круга спортсменов. Именно единоборцев, но мастер игры на баяне. На баяне. И сегодня мы соединим искусство игры на баяне с самбо. Такого вы ещё не видели. Да, Рустем Шамильевич? Да! Вот вопрос такой философского плана. Почему боевые виды деятельности тоже относятся к искусству? Называется же боевое искусство. А знаешь, почему? Почему? Моя версия ответа заключается в том, что это всё про жизнь. А моя версия относится к тому, что боевое оно отчасти, это второстепенное, то что сейчас это всё спорт, как соревнования преподносится. А изначально это разрабатывалось для того, чтобы человек мог развиваться через физические упражнения, ещё и духовно, и морально, и интеллектуально. Иными словами, мы можем выдвинуть гипотезу, что игра на баяне – это тоже боевое искусство. Потому что если взять баян и хлопнуть им по башке кому-нибудь, то мы назовём это новым направлением боевого искусства. Называется «баян-до». Лучше не смотреть, когда будет баян после. Вот Владислав Бакаров нам скажет своё замечание по этому поводу. Говорящая камера, ёлки-палки, голос за кадром, да? Люди занимаются, работают, баян-до, все вопросы после, а сейчас в процессе должны быть все. Каждая секунда на счету. Ну всё, хватит. Уже устали. Смешно. Такое нельзя выкладывать. Домашнее видео. Руки подожду, и тогда нога, вот, крюк есть, пытается. Нет, просто… Нет, я смотрю, конечно, хаос, ну, с твоей стороны. Правильно? Да. Выглядит ужасно. Конечно. То есть есть баян и разминка на баяне. Да. А есть самбо, но разминка не в самбо. Рустам Шамильевич, вот о чём я. Ну, конечно. У тебя разминка, это не ты хочешь сейчас показать искусство самбо, а разминку делаешь не самбо. А ты знаешь, что самбо, оно настолько всеобъемлющее, что… Давай ещё скажи так, что… Мне кажется, что это не самбо, а это самбо. Вот, например, когда мы с тобой показывали урок в Таганроге, и помнишь комплекс, где из обычного зашагивания я из защиты перешёл в нападение? А если бы мы сейчас делали полностью разминку, да, мы делали бы зашагивание, ты, говоришь, сказал бы, ну, наподобие, да, сказал, Рустам, зачем это зашагивание, там, и так далее. А это элементы всё, понимаешь? Вот, как бы, мне нужно, мне нужно закидывать ноги, умеет, да, мне нужно, чтобы у меня было всё размятое, там, и так далее. Ну, на баяне ты же не закидываешь ноги. Перед тем, как играть на баяне, мы не закидываем ноги, хотя, в принципе, Дмитрий, мы же, перед тем, как играть на баяне, у нас включается же тело, у нас и спина должна быть. Почему мы не разминаем спину? Почему мы не разминаем голову? Почему шею? Почему плечи? Специализация. Потому что эти мышцы, в принципе, менее задействованы, чем мелкая моторика. И если ты пришел, например, с улицы, или ты реально не разогретый, то ты будешь раскирать пальцы, чтобы придать им тепло. Ты будешь всего себя точно так же, то есть если перед какими-то соревнованиями, важными концертами, точно так же ты сидишь все мышцы себе, расслабляешь массажира. А, значит, все-таки перед тем, как сесть и играть на баяне, или урок, или концерт, надо все-таки тоже себе размять руки, самостоятельно сделать такую общего плана разминку, вот как вы сейчас делаете перед уроком самбо. Ну, в принципе, да, в какой-то мере. Это было бы, наверное, вообще идеально, если бы так делали. А вообще делают так? Делают. Делают? Делают, конечно, обязательно. То есть это, опять же, делают, когда у тебя есть реальный риск, то есть ты достиг такого мастерства, при котором без разминки выполнять, ну, скажем так, упражнения, либо какие-то соревновательные действия будет реально травмоопасно. То есть ты можешь зажать себе руки. Сведет руку, да, во время игры. Да, вообще запросто. Просто от таких быстрых темпов, ты не размятый, тебя может свести руку, зажать. Зажать спину может, потому что, ну, все эти физические упражнения, если ты сразу резко начинаешь что-то громко играть, это физически тяжело. Баян весит 15 килограмм. Чтобы мы понимали. И если даже попробовать 5 минут вам с непривычки поиграть, левой рукой, Руслан Шамильевич не даст соврать, что будут болеть предплечье. Просто оно будет болеть. Или плечи. Ну, а, плечо, да. Когда мех раздвигаешь. Да, плечо, предплечье, все так же. И, то есть, если дети приходят в музыкальные школы, они все равно не достигли еще такого уровня, при котором они могут себе что-то повредить. То есть таких скоростей они не достигли. Поэтому, ну, мы быстренько размялись, чисто для того, чтобы просто хотя бы включиться в работу изначально. А перед соревнованиями, перед конкурсами, то есть там прям, ну, все, ты садишься, подпоминаешься. Приходишь там за часа полтора, чтобы не с улицы ты пришел и начал играть. И разыгрываешься. Тоже есть свои системы, свои методики. Вот так вот, оказывается. Тоже очень много тонкостей. Кто как это делает? Кто-то... Рустам Шамильевич. Я. А что лучше, самбо, дзюдо, айкидо, карате или аккордеон? Вы знаете, Раван Георгиевич, у меня есть ответ на этот вопрос. Но в перечне, который вы изложили, нет этого пункта. И позвольте, я добавлю в этот перечень лучше всего любовь. Дух мастеров, которые сделали своим делом жизни передачу знаний и искусства единоборств, и если более глобально говорить, здоровьесберегающих технологий посредством единоборств, нам придется с тобой сегодня очень легко. Потому что ты не успеешь в какое-то направление пойти. Иди сюда. Вот сделай вот так. То сразу будут... Нет, вот так. Одну короче, одну дзюнь. Вот, вот сюда. Через здесь. Да, же. Нет, вот тут. Не принципиально я имею. Так. И вот здесь вот просто, вот здесь вот так вот, одну накладываешь сюда. Вот баянист учится завязывать самбийский полис. Нет, два не надо. У них соперника просто. Два-то не надо. А как? Вот это глава у меня вот. Нет, ну надо регулировать так, что просто у меня вот этот пояс покороче, ну, длинный конец. Это лучше, чем короткий конец. Нет, нет. А без разницы. Главное, чтобы он был функциональный, да. Ага. То есть с коротким концом тоже можно работать? Конечно. Я не знаю, правда, об этом ничего. Но говорят. Итак. Значит, Дмитрий Петрович, мы с вами попали в обитель единоборств. И сегодня впервые, можно я добавлю, сегодня впервые, супер поединок. Кто победит? Баяндо против самбо. Кто победит? Кто победит. Ну ты тогда человеку баян принеси, чтобы мог меня баян. 15 килограмм даже сказал. Без баян это тяжело будет. Да, ладно. Но это первый раунд за тобой, не, первый раунд это вот самбо. А следующий мы запишем, будет уже с баяном. Мой же аккордеон пойдет в расход. Ой, аккордеон. Ну, зачем? Так, я хотел бы начать наш с тобой разминочный борьбу в партере с рукопожатия. Это вот в борьбе самбо. Я, мы, значит, этим довольствуемся, ну, довольствуемся, да, то есть жмем две руки. Ну, в контекст, я, например, допустим, сразу иду в защиту. Нет, ты, давай, ты наоборот. Ты сначала нападение, хотя бы я буду понимать, что есть нападение. А, что есть нападение? Потому что, ну, защита, она интуитивная. Хорошо, ну, любая борьба, опять же, я, ну, опять же, классифицировать сегодня много, я не хочу болтать. Начинается, ну, с дистанции, да, но здесь уже априори мы дистанцию так или иначе должны сокращать. Вот, а в фехтовании это очень явно выражено сегодня, я видел, как люди умеют сокращать дистанцию и разрывать дистанцию. В борьбе дистанция это тоже очень важно. Твоя стойка, безусловно, если я буду сидеть, ну, как бы вот так вот на жопе, там, допустим, я буду более, менее защищен, да, то есть дистанция, ну, какая-то, условно, пружинистый вариант, там, да, максимально, как бы, возможно для скручивания и в атакующем аспекте, и в защищающемся аспекте. Вот, дистанция, и дальше, как ни крути, идет захват, да, то есть, в принципе, я могу использовать дистанцию, вот, если мы с тобой на одной линии атаки, да, вот, мы с тобой на одной линии атаки, я вот, как бы, иду за захват, ухожу с линии атаки, пытаюсь, как бы, вот, взять такой захват, вот, видишь, у нас идет борьба за захват, вот, вот, и мы с тобой вот начинаем бороться, и, в принципе, я преследую для упрощения, можно сказать, цель зайти тебе за спину, все, за спину, и потом, и потом, и потом перейти на удержание, на болевое и так далее, вот, а для начала я вот, как бы, беру захват, вот, вот, вот мы боремся, вот, 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 видишь, вот, и не захотел, чтобы я зашел за спину, поэтому я сразу лег на удержание, вот, вот это считается удержание, видишь, я включаю тебе ноги, Отключил тебе от своей шеи одну руку Ты не можешь на нее опереться На ту можешь опереться Но это уже нет Дима, выкручивайся, что лежишь Давай, вперед Давай, Дима Дима, 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 выкручивайся Не лежи просто так Выползай, давай Да, еще Еще сильнее Они два, блядь, засранца Души его Все можно Два засранца, которые... Вот, вот, Дима, что ты, какие твои ощущения Все, Рустам Шамич, отпустите, пожалуйста Пускай держит Нет, хватит Вот сейчас, Дима, ну вот какие твои ощущения, скажи Ну Ощущения Пока никакие Ну, скованности Ну, скованности, понятно Вот, вот это и есть основная задача Удержание Это То, что Удержание подразумевает Сковать все твои действия Что ты не можешь ничего делать Не имеет значения Вот у меня рука под тобой, не под тобой Я тебя сковал, скрутил Ты не можешь действовать Ты не можешь ни встать, ни перевернуться, ничего Вот это и есть удержание И вот так вот должен с ним это сделать Теперь давай, давай, пробуй Теперь ты теперь давай попробуй так же сделать Все, вперед Не жди Ну да, я пока еще сопротивляюсь не можешь Давай, пробуй Твоя задача повалить его И заблокировать все Пусть сдастся Что он все позволяет Да, дергай его Сейчас он устанет Все, давай, выкручивайся Вылази откуда, вылази Вылази, надо вылезти И на него надо залезть Ооо Борись давай, да, давай Ну, борись давай, что пришел-то Спасибо Давай, давай Помогайте мне Вы смешите соперника Ему ничего, нормально все Получается? Получается, давай А вот детский, болевой Не сдавайся, ребят Не сдавайся, терпи 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 Вот Дима Вот сейчас был болевой Ты увидел, что после удержания Перешли на болевой Болевой, это значит Задача стоит в том, чтобы Сделать неспособной к действию Одной из частей твоего тела То есть сейчас есть ее рука То ты будешь неспособной вообще к действию Как твои ощущения? Ну, у тебя другая есть Нет, хочется перейти к какому-то удару Это единственное, что прям хочется Давай, попробуй Вот смотри Я бы хотел вот здесь вот откомментировать Безусловно, как бы удар и борьба Да, вот соединены в UFC Если, например, брать гипотетическую ситуацию Что один человек принципиально отказывается от ударов Ну, допустим, я бы был в этой роли То для того, чтобы вот эти беспокоящие И, безусловно, неприятные удары Либо предвосхитить, либо прекратить То переход на болевой Он будет быстрее Да, то есть вот в чем идея мастерства Да, то есть минимальное затрачивание энергии Ну, опять же, если я правильно это понимаю И нейтрализация, допустим, угрожающего жизни соперника Нейтрализация, да То есть если я тебя просто, например, там уроню Да, ты спортивно подготовленный Ты встанешь и опять начнешь Да, то есть я опять тебя роняю Говорю, ну, вот видишь Я как бы проворнее тебя, сильнее роняю тебя Не продолжаю там, допустим А ты опять встаешь и опять начинаешь меня бить больно Поэтому, как говорится, если я хочу прекращение этого избиения Да, то я буду, используя арсенал борьбы Ну, как бы ломать тебе руки Понимаешь, поэтому... Все, боритесь Я знаю, что сейчас, Рома, ты... Хватит Я безусловно... Нет, практика, практика Давай, все, пошли дальше Теперь болевой на другую часть тела Конечность Давай, поехали Все то же самое Дима, Дима, ты теперь понял А я на самом деле, чтобы ты, Дима, понимал Они издеваются Нет Они издеваются, мы не будем преддаваться этим издевкам Почему? Мы будем с тобой... Работай, Дима Дима, работай Все, действуй, как подсказывает тело Ты должен его завалить На живот, на спину И болевой ему сделать Вот, ногу он тебе дал Ешь его Масса решает Вот у тебя правой рукой, попробуй голову его отдави от себя Да И ногой попробуй ее... Нет, это точно не сделал Давай, давай Да, во-во-во-во Скидывай Души чем, можно тоже? Тоже души его Так, там уже вниз, скатитесь Аккуратно Давай, давай Воу, пока он, смотри, смотри Пока он там что-то знает Нет, он же поддается Нет Нет, я прекрасно знаю Всегда такой Все, сзади зашел Во 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 Ну, не пробуй, руки Руки Затруднено дыхание А? Вот это одна из тоже особенностей удержания То есть надавить на диафрагму Таким образом, чтобы сковать действие мышцы диафрагмы Чтоб невозможно было дышать Чувствуешь? Вот Здесь включаются уже внутренние силы Должны включаться Ну, это все про удержание Это про эффект удержания Давай, эффект Рычаг колена Эффект Подожди еще Нет? Не направывай Это рана Видишь, что... Я могу, как женщина Давайте Не разгадать Как это мог Да, просто это край Пойдем в голову Руки Все Вот, видишь? Да Разминаю, разминаю Рычаг локтя Я вижу, вижу Только надо стучать всегда Ага То есть, если я не услышал То, может быть, произойти характерный Хорошок Еще у меня в голове, как бы, нету правила, что надо хвататься Надо тем, что хватаешься за одежду, ты можешь контролировать Это как баян Это как баян Представь, что он баян Давай Залежи второй узел Вот баян, и ты начинаешь его вот... Только оставь место для дыхания живота Растягивать Да Вот он баян Начинай работать с баяном Вот Ноги могут быть баяном Правый, левый Да Руки его могут быть, как баян Да Во О, во Применяй свое искусство Баяндо Вот Вот Давай Как на баяне с ним играй Кстати, одно из хороших качеств умения признать, что самбист лучше, чем... Чем баянист Чем баянист, не знающий самбо Признать, понимаешь? Так же, как и самбист признает... Каждый школьник и пяницу признает, что баянист лучше, чем самбист, не знающий боебаяны Законит посуда на его стороне Точно? Да, отыграешься потом Отыграешься, звучит, да? Давай Ну, вес еще будет Можно же, да? Да, 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 да Вот по большому счету, вот сейчас попробуй зафиксировать его так, чтобы он не шевелился И держи его Это тоже удержание Не давай ему подняться Не давай, не давай Все Зафиксируйся А, видишь, вот дал ему подняться Прижми его прям к татами К ковру Ногу вышло О, о О, ну чуть-чуть Вот смажу Ну, это тоже самое Вот это пошла, называется Работа на другие части тела А, все-все-все-все Это удерживление ахилла Ахиллесового сухожилия Это, видите, вот этого, да? Да Да, вот совсем вот У меня прям нет У меня вот здесь А, ну Ну, все Ну, ведь я взял одно Ну, оно там соединено все равно с мышцами До свадьбы за желудки Конечно защищаться второй ногой Да, как бы Ну, как бы две веточки лучше, чем одна Я взял то, чтобы мне было удобнее Ага Тов-тов-тов-тов-тов Хорошо вот это рычаг плеча подергиваешь я даже предвидел как я полечу вперед полететь все лицо как якорь у тебя плечо просто нет самом начале я как бы вот сцепились и ты отходишь этом все сейчас туда так она как бы и получилось кстати есть уголовная статья за подстрекательство кстати да не недавно раньше и всегда есть есть ножницы это одна из проблем не знающих до борьбу что вы особенно в одежде ну ты хочешь продолжать не но тебе сейчас сейчас больно все сколько вы сделали давай еще один раз и все и пойдем отстрижем но если сам не отвалился ты насколько еще готов продолжать но я уже чувствую дискомфорт и поэтому я боюсь хватать по-нормальному ну продолжаем продолжаем да это уже все давай давай моя форма защиты а все я понял моя задача тебя не обязательно просто фиксирую все в таком положении тоже все за прижми пусть он не двигается заблокирует если это искусство самозащиты ты можешь его так заблокировать все и не дать им возможности встать если он станет он будет тебя атаковать ничего не понятно дави мне диафрагмы нет вот уже лучше да но только аккуратно ноги не давай вот уже лучше но с добротой с любовь с любовь ну ростом шамильич он говорит про любовь а мы до его знаем а сколько прошло держи 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 голову прижимай да да о сбоку ложись там на диафрагму да все прижмись прям к нему да прижмись прижмись вот ну ростом шамильич пошел хитрый прием и удушающий а вот это был классический пример удушающего да просто им шамильча вы видят в краев кровь наполняется жаждой такой успеха и тут начинается засыпать сам самостоятельно дыша еще не понял как без разницы я понял что начало просто скручивать кручивать я не понял как ты то есть да на мучайся не дай ему возможности дышать ну ты не могу дышать тебе было легко дышать нет ну то есть ты начал понимать что затрудняется дыхание вот то есть твоя задача в принципе затруднить дыхание с помощью или как хочешь получили куртки он сделал именно с помощью куртки ну да все это и надо и усилил этот рычаг тем что тот локоть который тебя отключил сюда я другой рукой начал его как продолжение веревки затягивать мне бы понял и сделать это две разные вещи да это однозначно дайте хоть похлопать да или скрикнуть сдаюсь все спасибо вот принципе есть классный результат что мы не травмировали не травмировались потому что в борьбе это всегда если говорить о спорте высших достижений дим но ты довольна конечно вот дыхание я впервые увидел разорившего не разорившегося разъяренного это проявление любви я начну с такой я впервые значит я убил в какой-то такой сильно напряженный недовольной обстановке я понял что я этому виной и тут начало это дыхание затрудняться помутнело в глазах и достало деле роман георгиевич он на самом деле вот дополнен то что я хотел сказать то есть по идее вот то что ты делал вот перед душа ищем это не было никакой активностью то есть с точки зрения классического самбо то есть никакой оценки ты не заслужил вот но с точки зрения вот такого беспокоящего как ты правильно отметил такого назойливого неприятного действия которого хочется избавиться безусловно предоставлял типа как комар такую на зоне другой вопрос что она никакой опасности не несло то есть если мы наговорим что они что мы борцы она не несла опасность потому что ты более подготовленный в этом искусстве но если вы были бы равные то ты бы понимал что здесь вот она приблика мар приближается вот так мне кажется может быть может во первых да то есть у нас абсолютно разной себе при подготовке как физически когда ну все физически мы сейчас формулы вы перечислять а так и с точки зрения техники я даже я же не знаю ни одного приема даже что мне делать за что хвататься и это все делаю просто по наитию а что можно что нельзя я начну локтем давить ну как бы дайте покажу сейчас удушайся вот ну как в качестве отработки на размялись сейчас как времени так у нас все нормально тепленько и сейчас покажу заход за спину вот переход на а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok